Смотрите прямо сейчас в подробностях недели. Вбило вместо тюремной камеры, как бедлый министр финансов жил на пешенебельном курорте. Слухи такие поделы, что министр финансов тех людей за 10 миллионов. Почему человек Януковича благополучно был в Испании? И выдадут ли его Украине? Секретные материалы захвата Донецкой обладминистрации. Год назад, в начале марта, была захвачена Донецкая областная государственная администрация. Спустя долгие месяцы противостояния мы попали в Донецк и в деталях расскажем и покажем, как и чем живут горожане. Кто сдал Донбасс? Год спустя выясним и обсудим. А судьи кто? Подъезжают на работу на рейндж-роверах, мают виллы закордонные. При официальной зарплате 6-8 тысяч. Кто завяжет глаза Фемиди? Нам рассказали об одной из схем, как дать взятку нечестному судье. Денег нет и не будет, если прописка Донецкая. Как выжить при новом бюджете? И есть ли шанс на справедливость? Если у людей какая-то была надежда, теперь этой надежды нет. Что происходит с курсом? Страх типа доллару. И как быть, если он всего один? Могу себе позволить горячий бутерброд с сыром, порцию картофеля фри и соус к этому. И у меня даже одна гривна сдача осталась. Все, о чем говорят и спорят. Прямо сейчас. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Вечер добрый и с праздником. Днем, который именно сейчас очень хочется отметить. Потому что всю эту зиму вокруг каждого из нас было столько негативных новостей, столько разговоров, что о потерях на фронте, что о ценах, что о курсе доллара. Что вот именно сейчас нужен повод, скажем так, отвлечься. Вот просто посидеть за одним столом с близкими. И просто подарить цветы и сказать добрые слова. Именно сейчас, в тяжелые времена, праздники особенно нужны. На фронте этот день был достаточно спокойным. О ситуации обязательно поговорим с нашими военкорами. А вот в тылу, в тылу страсти кипят, несмотря на выходные. Ну, смотрите сами. Арест бывшего министра финансов. Обещание власти открыть сотни уголовных дел против продажных судей. Вирус цен. Это главные темы. И все их мы сегодня обсудим. Ну, а начнем, начнем с того, что происходит здесь и сейчас. Весь день сегодня приходят новости из Москвы. Новости по делу Бориса Немцова. Уже есть первые задержанные. Все они выходцы с Кавказа. И наш корреспондент России Данил Русаков выяснил все подробности. Сейчас мы о всем узнаем. Данил, тебе слово. Да, Дима, здравствуй. Российские власти всем своим видом дают понять, что чуть ли не по горячим следам уже раскрыли это преступление. Сегодня в праздничный день на работу заставили выйти двоих судей Басманного суда. На скамье подсудимых сразу пятеро подозреваемых. Шестой житель Грозного подорвался на гранате, которую бросил сам в сторону полицейских, пытавшихся его задержать. Избрать в отношении к нему Дадаеву и Заур Шариковичу Мир при сечении и заключении под стражу на срок до 28 апреля 15-го года. Заур Дадаев по документам прописан в Ингушетии в статусе обвиняемого. По мнению следствия, именно он застрелил политика. Молодой человек свою причастность к убийству Бориса Немцова, кстати, отрицает. Его подельник Анзор Губашев считается вторым киллером и уже во всем признался. До сих пор, правда, непонятно, каким образом они оба стреляли из одного и того же пистолета. Пока они направлены в СИЗО на два месяца, туда же отправили еще троих задержанных, которых подозревают в пособничестве. Накануне задержания многие эксперты, включая знаменитого киллера Шерстобитного, он же Леша Солдатный, отбывающего длительный срок заключения, заявили, что преступление совершено совершенно явно в чеченском стиле. Имена заказчиков до сих пор неизвестны, как неясные мотивы преступления. То, что хоть кого-то в ближайшее время поймают и посадят, для многих было ясно еще с самого начала. По словам соратника Бориса Немцова и Ильи Яшина, для них принципиально важно, чтобы перед судом пристали не просто те, кто нажимали на курок. И, кстати, далеко не все из сторонников протестного движения верят в то, что эти преступления могут быть причастны к чеченненгушскому следу. По моей версии, это черносотенцы, то есть радикальные какие-то граждане, озверевшие и от войны, и на войне в Донбассе, и озверевшие от общей атмосферы ненависти, которую российская пропаганда накалила в обществе. Ну и вот интересная деталь, когда судья, которая вела заседание, зачитывала постановления обвиняемых в тексте, она называла по их именам, фамилиям и отчеству озверски убитого оппозиционного политика просто по фамилии Немцов. Дима. Да, спасибо. Данил Русаков, наш российский корреспондент, несмотря на праздник, весь сегодняшний день провел под Басманным судом. Ну и отмечу, что дочь убитого политика, Жанна, российским силовикам не верит. Сегодня в немецкой газете Бирд вышло ее интервью. Так вот, Жанна уверена, что это было заказное убийство при полной поддержке властей. И вот просто прямая цитата. Убили, потому что он был против Кремля, это ясно. При этом Жанна уверена, что дело не раскроют никогда. А если и накажут, то стрелочников. В Украине тоже есть история, виновных в которой до сих пор так и не назвали. То ли потому, что до сих пор не нашли, то ли потому, что чины уж слишком высокие. Ну вот помните, ровно год назад, в марте 2014-го, в Донецке пророссийские активисты захватили здание областной администрации. Событий было столько в стране, что мы с вами тогда вот и не очень-то обратили внимание на это событие. А оно на самом деле стало ключевым, стало поворотным. И сейчас многие говорят, а вот если бы тогда захватчиков выбили из здания, выбили оперативно, может никакой войны и не было бы. Ведь именно в тот момент был потерян контроль над огромным регионом. Так ли это? Давайте в этой программе попробуем разобраться. Ну а в Донецке сейчас работает наш специальный корреспондент Андрей Илащев. Он воспользовался перемирием, чтобы посмотреть, как выглядит теперь Донецк год без украинской власти. Год назад, в начале марта, была захвачена Донецкая областная государственная администрация. А в июне эвакуировали нашу съемочную группу. Спустя долгие месяцы противостояния мы попали в Донецк, воспользовавшись перемирием. И в деталях расскажем и покажем, как и чем живут горожане. О, Илья, очень хорошо приезжает. Наконец-то хоть кто-то с той территории к нам приехал. Ну, наконец-то. Но если вы будете неправду про нас говорить, учтите, мы на вас очень обидимся. А вот я и хотел спросить, как мириться нашим воюющим сторонам? Как мириться? Только разговаривать. Только уважительно относиться. Потому что вся война рано или поздно заканчивается. Война идет. А почему? Ну, так-то чуть не в курсе. Я так вообще знаю. Знаешь, что стреляют просто, правда? Фанатом шахтер остался? Все как положено? Да. Смотришь матчи? Да. Это Путиловский рынок в Киевском районе. Он разбит практически весь. Без работы теперь остались около 150 человек. Им просто некуда идти. Вы за покупками ходили? Ну да, за покупками. За покупками. В свои палатки. Ходили. А рынок работает или нет? Нет. Нет. Если он будет разбитый. Если тут можно работать. Если оно все разбито. Ну, если войны не будет, до конца войны. Если закончится, то так. А так, что и восстанавливают. В Атамаре тут же и обратно будут бить. Город сейчас живет в своей жизни? Живет, конечно. Конечно живет. Какая она жизнь в Танецке? Ну, как сказать. В нашем районе никакая. В Киевском? В Киевском, да. А там в городе чуть-чуть лучше. Там не так бьют, не так стреляют. Что у вас есть? Чем приходится? Да вот, что осталось у меня дома, что было. Вот это все есть. А в ролете все сгорело. Это вы бывший предприниматель? Да. Или ну как бы это уже сложно? Да, да, да. Это уже так, это выживание. На кусок хлеба. В России мы как таковую в принципе не нужны. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я мать. Это единственный работающий рынок в Петровском районе. Несмотря на праздник, девчата вышли на работу, торговля идет. Но вот, правда, говорят, в субботу было значительно больше людей. Купить здесь можно, ну, практически все. Овощи, фрукты. Есть, правда, проблемы с мясом и цены кусаются. Ой, товару мало, недорогие товары. Нет, только меня. Сейчас, слава богу, господи. Все хорошо у нас. Самое главное, чтобы хлеб был, они стреляли. И все, больше ничего не нужно. Район активно ожил тогда? Ну как, ну, после вот нашего перемирия, после перемирия. Ну, чуть-чуть стреляют, но говорят, что это, это так, или тренировка, или взрывает снаряды. Товарам плохо, да, проблемы. А что такое? Ну, сказали, что они пропускают с Украины. Не знаю, не знаю. Ну, говорят. Мы не выходили на медленный, не стояли, давайте бомбить. А вы вместо того, чтобы выйти, сказать, да не нужна эта война. Вы все люди и подбедстверяете, кто-нибудь Донецке зацепление. Вы, вы и та сторона, которая не вышла и не сказала, что нельзя войну. А вот диалог невозможен? Возможно. Конечно. Уже давно, если бы мы, женщины вышли, уже бы давно договорились. Да, мы адекватные люди. Что там во власти одни мужики? И как все многие говорят, там Порошенко такой-сякой. Не, я не хочу сказать, что он плохой. Просто нужно думать. Если ты хочешь соединить, если ты хочешь помириться, не надо бить морду. А нужно сесть за стол, выпить 100 грамм, а потом можно набить, и чтобы завтра забыть. Донбасс-арена сейчас стадион-призрак. Больше года футбольные болельщики лишены возможности наслаждаться игрой любимой команды. Ну а пространство вокруг стадиона люди используют для катания на роликах и пеших прогулах. Памятник Шевченко в Донецке стоит там, где и прежде, возле облгосадминистрации. Напомню, в прошлом году здесь собирались сторонники Донецкого Евромайдана. Как случилось, что буквально за три дня Украина, по сути, потеряла Донецк? И из-за чего разгильдяйство или предательство это произошло? Вот об этом будем в этой студии буквально через несколько минут говорить с гостями. Но пока давайте вспомним события марта прошлого года. Народ полностью закрыл движение, занял всю улицу от площади Ленина до облгосадминистрации. В российских СМИ этот митинг и последовавшие за ним события потом назовут «Русской весной». Но сейчас, год спустя, становится понятно. Все происходившее в Донецке – хитро разыгранная партия. Митинги начались в первые дни марта. На площади Ленина в пяти минутах ходьбы от областной администрации призывали не подчиняться новой власти в Киеве. Милиция и спецслужбы бездействовали. Человек, который подрабатывал Дедом Морозом, возглавил протесты. Маша, давай чуть быстрее! 50 тысяч человек на всенародном вечере! Выразили мне доверие и выбрали меня народным губернатором! 3 марта он повел людей к Донецкой областной администрации. В здании как раз проходила сессия. Сопротивления никто не оказал. Бойцы спецподразделения отступили на верхние этажи. Депутаты в зале заседания остались без защиты. Они попрятались! Они попрятались! Тех, кого нашли, вышвырнули на улицу. Мы не попрятались! Мы не попрятались! Мы не попрятались! Они работают не только в штатском, но и в форме. Но в беспорядке предпочитают не вмешиваться. На 15.00, в 16.00 здесь должно быть 50 тысяч человек. Будь здание область администрации, мы не отдаем ни одного милиционера. Самопровозглашенного губернатора арестовали на следующий день, 6 марта. Ко всем остальным даже не было претензий. А здание в течение месяца переходило из рук в руки. Безнаказанность заразила жителей Донецка. И даже Павел Губарев недолго пробыл в Киевском СИЗО. Освободили уже через два месяца. Выйдя на свободу, он присоединится к остальным авантюристам, Пушилину, Кургину, Гиркину, Штилкову. Далее последует референдум и война. Тысячи и тысячи жизней, изломанных судеб. Целый регион надолго погрузится в руины и мрак. Ну вот видите, одно событие, один маленький кирпичик, который положил начало огромной трагедии в истории страны. А почему это произошло и кто виноват? Было ли это предательство или недосмотр? Поговорим об этом прямо сейчас. Борислав Береза, народный депутат, подъехал к нам в студию. Вечер добрый. Спасибо, что приехали. Вечер добрый. Скажите, а вот ваши ощущения, что было в Донецке? Сдали администрацию, недосмотрели, растерялись? Или чей-то злой умысел, российский след? Все гораздо хуже. Дело в том, что если бы тогда люди, которые возглавили страну, не делили бы места на местах, если бы они не устраивали битву за портфели, если бы не было знаменитых квот, а они бы поехали туда, пообщались бы с народом, объяснили, что на самом деле поменялась только власть. Какая власть? Поменялись люди в правительстве. Ну, сейчас, кстати, видим, что не особенные поменялись-то. Так вот, если бы они пошли, провели бы переговоры с людьми. Если бы они тогда начали диалог, если бы Донбасс в тот момент не остался без контроля, если бы киевскую милицию привезли тогда, да, действительно, киевскую милицию, подменили ненадежной Донецкой, которую потом видели, перешла фактически на сторону сепаратистов. Если бы туда приехали изначально люди, которые готовы взять ответственность на себя, то мы бы не потеряли сейчас тысячу патриотов Украины. И патриоты бы Украины жили бы сейчас в Донецке, в Луганске, а не бежали бы оттуда на свободную территорию. То есть вы считаете, что политики заигрались? Я услышал, мы продолжим разговор, у нас просто еще один есть гость на прямой связи. Вот один из тех, кто видел захват Донецкой администрации своими глазами, это был Семен Семенченко, бывший командир батальона Донбасс. Его разглядели на кадрах, снятых в сессионном зале. Когда мы говорили до эфира, то Семен пояснил, что был там в качестве одного из создателей Донецкой самообороны, чтобы присмотреться к тем, кто пришел в здание. Но вот детали того, что он там увидел, узнаем у него самого. Семен, вечер добрый. Скажите, как развивались события? Вы же все своими глазами видели. Вот почему сдали здание? Если более подробно, то это была именно сдача. Начальник Донецкой милиции Господин Романов просто приказал раступиться тем силам милиции, которые оброняли администрацию. Она была полностью заварена железными щитами. Это было еще сделано во время Майдана, то есть для того, чтобы не отпустить штурма украинскими патриотами тогда, они раступились. Господин Романов завел пророссийских митингующих, тогда они назывались так, внутрь обл. администрации. Я это все снимал, в том числе на ИПАД. И дальше было так. Они сидели на этажах, на верхних, а внизу стояла милиция Грифон. То есть тогда достаточно было просто политической воли для того, чтобы все это разогнать. Они были сами перепуганы. Ну, подождите, подождите. Начальник милиции, он ведь явно не сам по себе действовал. Был тогдашний губернатор, были городские власти, он же явно им подчинялся. Я не могу сказать, потому что не знал, насколько он был информирован. Вообще события развивались так. То есть сначала раступились, завели, полностью были удивлены и ошарашены сами митингующие, что их туда пустили, я это видел. Полностью власть была украинская в Донецке. А дальше события пришпоривали, события и вливания денег, если есть массовая информация, и кровь, которая потом пролилась, привело к тому, что есть сейчас. Я думаю, что, скорее всего, это предательство. Нужно проверить эту информацию. Мне говорили, что Глсен Романов сейчас в Крыму. Я не уверен, но если это так, тогда версия вполне очевидна. Хорошо. Украинская власть, милиция, СБУ, люди, возглавлявшие страну. Вот мы с Бориславом Березой только что об этом говорили, что почему ничего не предприняли в Киеве? Кто-то пытался повлиять на ситуацию? Я скажу больше. Достаточно было просто дать добро самообороне, которая месяц после этого постоянно находилась и возле администрации, и внутри администрации. И мы бы это сделали самостоятельно. Мы разогнали бы все это самостоятельно. В итоге довели все до того, что вынуждены были мы уже организовать вооруженные отряды сопротивления. Через месяц появился батареон Донбасс. А тогда при хотя бы нейтралитете милиции это мы могли сделать сами. Вы чьи команды ждали? Мы ждали любого сигнала от действующей власти. Кто бы то ни был. Министр внутренних дел, вице-премьер-министр, просто начальник местной милиции, начальник областной администрации, хоть кто-то, кто представлял существующую власть. Никто из власти тогдашней не взял на себя ответственность. И мы вынуждены эту ответственность брать в свои руки. Тогда. Спасибо, Семен Семенченко, человек, который видел все происходящее своими глазами. Ну и вот сейчас, спустя практически год, выяснились подробности того, как реализовывался сценарий по захвату Восточной Украины. Представьте, в российской новой газете опубликовали так называемый план Малафеева. Фамилия эта многим из нас ничего не скажет. Так вот, это российский миллиардер, увлеченный идеями русского мира. Еще когда у власти в Украине был Янукович, он представил в Кремль аналитическую записку, в которой доказывалось, что дни Януковича сочтены и что Россия, мол, пора переходить к более агрессивной политике. И вот цитата, которую раскопали российские журналисты, опубликовали. Инициировать присоединение восточных областей Украины к России. План Малафеева был расписан пошагово. И вот сегодня, через год, можно увидеть, что и сепаратисты, и Москва совершили многие из этих шагов. Тех шагов, о которых говорилось в тех документах, которые сейчас всплыли в прессе. Борислав, а вот этот российский след, след Малафеева, насколько он был серьезен? Или все-таки здесь 50 на 50 российское влияние и бежал лагерность киевских властей? Здесь как раз последовательные шаги. Мы понимаем, что российская власть, она как раз специализируется на враждебных действиях относительно Украины. И воспользовавшись тем, что украинская власть в тот момент занималась внутренними вопросами, дележа полномочий, полномочий, даже до денег еще туда не дошло, дележа полномочий и перспективы, которые они сами себе вырисовывали, а россияне начали реализовывать свой план. Более того, я могу сказать, что если вы вспомните, то изначально на всех основных местах были россияне. Тот же Гиркин, тот же Бородай. Это те люди, которые были отправлены, кстати, те люди близкие к тому же Малафееву, это те люди, которые были отправлены реализовывать этот план. Но я могу вам сказать, что как бы ни закончилось примирение, переговорные процессы, все что угодно, я могу вам гарантировать только одно, что ни одна персона, ни Захарченко, ни Губарев, ни Бородай, ни кто иной из этой мрази никогда не будет баллотироваться в Украине, никогда не будет занимать какие-либо посты. Более того, я уверен, что рано или поздно они отправятся либо в Гагу, либо, согласно опыту государства Израиль, Украина восстановит паритет в отношениях с преступниками, которые пытались вредить Украине. Ну вот вы знаете, вы на самом деле сейчас дали ответ на очень важный вопрос, который у многих зрителей есть, когда сейчас говорят о Минском процессе, когда говорят о том, что надо проводить переговоры, проводить местные выборы, то был вопрос, ну а неужели эти люди будут баллотироваться, неужели эти люди там на довыборах придут в Верховную Раду, сядут с вами в соседних рядах? Преступники не могут баллотироваться, преступники должны отвечать перед законом. Это убийцы, мародеры, наемники, это кремлевская шалупонь, которую сюда прислали для реализации кремлевских планов. Мы не будем с ними совместно работать, мы будем их наказывать. И вот это, кстати, это задача для Украины на ближайшее время. Вполне возможно, это произойдет не быстро, но это наказание неизбежно. Вы знаете, просто сейчас, вот год уже прошел, наверное, все-таки стоит разобраться, мы не зря эту тему ей открыли эфир, все-таки стоит разобраться, а кто мог тогда повлиять на ситуацию. Я напомню зрителям, вот давайте посмотрим, кто мог принять силовое решение, пока проблему еще можно было решить. Его можно было принять в Киеве, ну, как должны были поступить новые руководители Украины, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Валентин Наливаченко, Арсен Аваков, наверное, не только делить власть в Киеве, но и принять волевые решения. В самом Донецке была местная элита, была и растерялась. Мэр Донецка, Александр Лукьянченко, новый губернатор, Сергей Тарута, глава областного совета тогдашней, Андрей Шишацкий, начальник местной милиции, Роман Романов, которого вот только что Семенович вспоминал. Слишком долго они решали, как и главное, где им жить дальше. И в итоге потеряли регион. Ну, и на фоне этого хаоса появились без преувеличения от солдат и удачи. Авантюристы. Губерев, Бородаев, Пушилин, Стрелков, Фургин. Вот они-то называли себя властью. И их с подачи Малафеева в тот момент поддержала Москва. Дмитрий, я хочу с вами не согласиться. Вы сказали, что они растерялись? Нет, они не растерялись. Они начали играть в свою игру. Они попытались получить преференции и получить как можно больше выгоды в тот момент. Однако не рассчитали свои силы. Я вам больше скажу, что из общения с людьми, которые находились в тот момент в эпицентре событий, я понял самый главный вывод. Что эти люди использовали Донбасс как разменную монету в торговле с Киевом. Они хотели получить определенное княжество в свое управление и не рассчитали свои силы. В итоге из игроков, которыми они тогда были, они сейчас превратились в фигурки на шахматной доске. А вот кто двигает эти фигурки? Но тут много вопросов. Хорошо, но ваш прогноз. Вот что теперь, что дальше, когда эти территории вернутся в состав страны? Это открытый вопрос. Этот вопрос, который надо задавать не мне, а скорее вопрос, который нужно задавать господину президенту и господину премьер-министру, потому что у них должен быть план. Но то, что без сильной экономики, без сильной армии мы не сможем вести равный диалог, это правда. Нам необходимо, необходимо просто восстанавливать Украину. Поймите, люди, которые там, ведь мы сегодня услышали, они сказали правильные слова. Главное, чтобы хлеб был и чтобы не стреляли. Там люди тоже не хотят войны. По крайней мере те, которые могут адекватно мыслить и те, которые хотят жить в мирном государстве. Подонков не так много. 10-15% одурманенных идиотов нет проблем. Это те люди, с которыми мы не будем вести диалог. Но остальные, с остальными надо разговаривать. Им надо объяснять, надо рассказывать и надо давать гарантии. То, что сейчас происходит в Луганске, где практически начался голод, а это действительно факт уже, то, что сейчас происходит в Донецке и в Донецкой области, оккупированной российскими захватчиками, это показывает только одно. Гуманитарная катастрофа там на пороге. И люди будут заинтересованы в первую очередь вернуться в Украину, если Украина сможет взять под контроль этот регион. А это можно сделать при двух условиях. Если у нас будет адекватная экономика, если мы сможем обеспечивать и себя, и этот регион, Донбасс всегда был дотационный, надо это помнить. И если у нас будет сильная армия, которая наконец-то под грамотным командованием, а не тем, которым мы видим сейчас, сможет уничтожить и разбить врага. Ну, давайте делаем так, об экономике мы сегодня весь эфир еще будем говорить. Будем говорить и о курсе доллара, и о том, что происходит с коррупцией. Ну, а об армии поговорим прямо сейчас. Вам спасибо огромное, что были в студии. Спасибо. И Вениамину Трубачеву, нашего военного корреспондента, я хочу вызвать сейчас на связь. Давайте поговорим о том, как прошел этот день на фронте. Да, выстрелы звучали, есть погибший, есть несколько раненых, но в целом, в целом режим перемирия соблюдается. А еще Украина сегодня, именно сегодня завершила один из последних этапов отвода тяжелых вооружений. Украинская армия перебрасывает вглубь территории противотанковые орудия Робира и Рута и системы Ураган и Град. Наш военкор Вениамин Трубачев сейчас на прямой связи, он видел, как этот праздничный день прошел на линии фронта. Вениамин, тебе слово. Да, действительно, Дмитрий, количество обстрелов значительно уменьшилось, говорят в штабе АТО. За прошедшие сутки боевики только шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных. В большинстве случаев эти атаки носят провокационный характер, чтобы спровоцировать ответную стрельбу. Однако армейцы продолжают придерживаться режима тишины и не отвечают. И вот основные точки напряжения на фронте сейчас это пригород Горловки, Майорск и район Донецкого аэропорта. Из минометов и гранатометов по лозу Донецкого аэропорта Случинцы вели огонь по Авдіївце, Опытному, Каменцы. Ворожий снайпер працював по наших позициях неподалеку Песків. О пів на третью ночи минометных обстрілів зазнало селище Майорск, что на Артемьевскому напрямку. Ну вот украинские военные продолжают отводить от линии фронта тяжелое вооружение. Это происходило и происходит всю неделю. Происходило за перемещением техники, наблюдают иностранные журналисты и представители ОБСЕ. Сегодня в штабе АТО заявили, что закончился четвертый этап. В частности были отведены, как ты уже сказал, 100-мм пушки «Керапира» и «Рута», также установки залпового огня «Град» и «Ураган». Теперь армейцы займут уже новые позиции. Машину нам отдали размороженную, сами сделали, перебрали все. С огневойной ни разу не выезжал, не менялся, потому что машину жалко давать. Потому что я сюда душу вложил эту машину. На войне, как известно, выходных и праздников нет. Но сегодня день особенный. Военные, находясь вдали от дома, решили дистанционно поздравить своих женщин с праздником. Ахармейцы специально записали и смонтировали видеоролик, где сказано много теплых слов, даже спели песню. К этим поздравлениям присоединяется и наша съемочная группа. Хочу поздравить вас международным жуночим днем. Желаю вам счастья, добра, мирного неба и любви. Побольше улыбайтесь. Это нам придает силы. Вы достойные нашей опоры. Поздравляю всех матерей, жен, бабушек, дочерей. С 8 марта наступающим желаю счастья, здоровья. Поздравляю свою машину, Люсечку, которая ни разу меня выручила и ни разу не подвела. Некоторые военные могут уже лично поздравить своих женщин. В зоне АТО продолжается плановая ротация. Сегодня во Львов вернулся отряд пограничников, а в Тернополь прибыло 35 бойцов нацгвардии. Они больше двух месяцев воевали на востоке страны и теперь получили заслуженный отпуск. Дмитрий. Спасибо, Вениамин. Ну и хорошо, что хотя бы сегодняшний праздничный день на линии фронта проходит достаточно спокойно. Сменим тему. Один из самых громких скандалов этой недели. Первый арест человека из ближайшего окружения Виктора Януковича. Ну, помните эту. Команду младореформаторов. Так вот, для одного из них роскошная жизнь закончилась. Бывший министр финансов страны Юрий Колобов после бегства жил в Испании, но теперь оказался за решеткой. Ну, только представьте. Несмотря на то, что находился он не в России, не в Белоруссии, не на Кубе, а в Евросоюзе, он даже не пытался прятаться и даже не скромничал. Моя коллега Александра Молоткова, журналист, которая живет и работает в Испании, специально для подробностей недели поехала в курортный городок Альтеа, где, по слухам, не только Колобов прячется от правосудия. Альтеа – небольшой рыбаткий городок. Так было в прошлом. Сейчас это престижный курорт Испании. Пристань художников, музыкантов и иммигрантов из Украины. У богатых переселенцев есть даже свой район. На въезде шлагбаум и строгий охранник. Пара приветливых слов и мы внутри. Восемь новоквартирных домов для тех, кто поведнее, более шестисот, класса люкс. В одном из таких особняков прятался бывший министр финансов Украины. Казначей семьи Януковича, так называли Юрия Колобова в определенных кругах. Выкрашенные пешеходные дорожки, белый забор, дом в стиле хай-тек, море на горизонте. Вот эта вилла, в которой Колобов жил с августа 2014 года. Последний месяц Национальная гвардия Испании вела активную слежку за домом. Сейчас, похоже, здесь никто не живет. Когда на родине его ждала тюремная камера 3х4, здесь, в изгнании, Колобов жил на широкую ногу. На крыше дома есть даже свой бассейн. Бывший министр мог себе это позволить. По версии следствия, он прикарманил более 200 миллионов народных гривен. Недорогую виллу в пределах полмиллиона, 600 тысяч небольшого можно приобрести. И потолок это 3,5-4 миллиона. Все зависит от того, где расположен вид, насколько качество застройки. В среднем можно ориентироваться как 3000 квадратный метр. Екатерина знает этот комплекс как свои пять пальцев. В 10 лет помогает состоятельным иммигрантам выбирать объект для вложений. О беглой министре финансов Украины слышала, но лично не знакома. В элитном поселке не принято ходить в гости, как и дружить с семьями. Населенность большая, и в то же время достаточно все изолировано. Каждый в своем доме, в своем мире. Случайные прохожие немногословны. Это первое правило местной элиты. Добрый день, вы работаете тут? Да, работаю. Скажите, вам знаком этот мужчина? Нет, это Борис? Нет, это не Борис. Это политик? Да. Россиянин? Нет, украинец. Ясно, но нет, не знаком. Персонал поселка, простые горничные, садовники и строители куда приветливее. Их здесь целая армия. Господа не привыкли обслуживать себя сами. Сошернись два месяца назад. Слухи такие ходили, что министр финансов Украины купил буденок за 10 миллионов. О богатом земляке Святослав знает. Более того, уверен, что Юрий Колобов арендовал особняк. Тут принято снимать жилье, пока свое купленное строители приводят в порядок. Охрана элитного поселка знает о его жителях, пожалуй, больше остальных. Говорят, неохотно. Богатые отшельники щедро платят за молчание. Да, я знаю, кто это, но мы не уполномочены это комментировать. Все вопросы к национальной полиции. Стараясь не сказать лишнего, охранник все же выдает главный секрет. Юрия Колобова задержали в местном храме. Замальвал грехи? Не похоже, скорее пытался спрятаться. Золотые купола и деревянный сруб. Церковь в лучших традициях православия. Переслужницы, внимательно изучив фотографию своего прихожанина, в Колобове не узнали. Если и заходил в храм, то крайне редко. Это бывший министр финансов, Колобов. Ваш? Украинский? Аферист. Интерпол, Гладец Вильз, выезжали здесь где-то. Три дня назад. Четвертая числа. Четвертая числа. А с августа живет в Алтай Хилл, снимал в дом, прятался. Сколько он там похитил у вас? Семь миллионов евро. Или миллиардов? Миллионов, конечно. Вот где беглого министра Украины видели часто, так это в порту. В дорогих ресторанах среди сотен припаркованных яхт. Работники ресторана Колобова помнят, щедрый был господин. На чай давал, не скупился, но несколько дней назад пропал. Сначала думали, что чем-то не угодили, потом узнали про арест и быстро забыли. Полицейская спецоперация на размеренную жизнь поселка никак не повлияла. Кстати, в убежище беглого министра миллионера, дом с бассейном на крыше, его владельцы решили продать. Слишком часто меняются арендаторы. Последний Юрий Колобов и вовсе пропал. На звонок никто не ответил, но на сайте фирмы цена этого дома почти за 2,5 миллиона евро. Поговаривают, что покупатель уже нашелся. Александра Молоткова, Карлос Гарсия Вера, подробности недели, телеканал Интер. Ну и обсудим сейчас у нас в студии Кирилл Куликов, человек, который 2 года, с 2005 по 2007. Здравствуйте, спасибо большое, что приехали. Возглавлял Украинское национальное бюро Интерпола. Оно и прекрасно понимает, как работает эта система изнутри. Скажите, вот сейчас, когда Колобов рисован в Испании, выдадут его? Испания такая страна, что там эти вопросы решаются достаточно оперативно и достаточно быстро. Причем не потому, что Испания является примерным членом Международной организации криминальной полиции, а потому что Испания не очень радостно держит граждан бывшего Советского Союза. То есть она сама, на моем быту было несколько операций, которые проводила Испания именно по бывшим выходцам из Советского Союза. То есть и в их интересах от них избавиться? В их интересах, да, они очищают свою страну от именно бывших выходцов из Советского Союза. У них есть достаточно предвзятое отношение к данной категории людей. Ну понятно, почему страна, которая сама... Не совсем понятно, почему, потому что на моем, скажем так, на моей практике это была чисто такая бизнесовая разборка, когда наши бывшие граждане начали скупать побережье, стали покупать отели и так далее, и так далее. И шло выяснение о, скажем так, так называемых грязных деньгах, но по сути дела это был в основном бизнес. И именно об этом, обожглись они, вот и по поводу выходцев из Советского Союза, там, как мне кажется, такая уже презумпция виновности какая-то. Да? Хорошо, давайте продолжим. По-вашему, почему все-таки Колобов скрывался в Испании? Почему там не на Кубе, не в Венесуэле или не в Беларуси с Россией? Вы знаете, я начал с того вопроса, почему, собственно, Колобов начал скрываться. Так. Давайте брать отчет с того, что Колобов уехал-то не после революции, не 23 февраля, не 22 февраля. А Колобов преспокойно находился в Украине до осени 2014 года. Вот что вопрос. Колобов был здесь, Колобов давал свое согласие на сотрудничество с правоохранительными органами. И Колобов совершенно, скажем так, не скрывался от органов правосудия. И вдруг резко осенью 2014 года ему приходится уехать. А что могло случиться? Вот надо задать вопрос, что могло случиться. Что 6 месяцев он был не нужен. И вдруг неожиданно понадобился кому-то. В этом вопрос. Второй вопрос, который в отношении Колобов. Все едут в Москву. Вся команда, вся семья Януковича едет в Москву. А Колобов едет в Испанию. Это тоже как бы вопрос, имеет ли он что-то общее с этой командой. Мне кажется, что он держался немножко особняком от этой команды. Ну, значит, версии могут быть разные. Версии могут быть разные. Это моя версия, поэтому я ее выскажу. Но моя версия как профессионала, то дело, по которому был объявлен в розыск международный Янукович, Азаров и Колобов, она не выдерживает никакой критики. Потому что Януковича надо было разыскивать за те события, которые происходили на Майдане. Януковича надо было разыскивать за тех людей, которые убили на Майдане. А тут собрали, сначала же подали эти материалы в Интерпол по Януковичу, членам его команды, Захарченко, всем остальным силовикам. А потом оказалось, что эти материалы не выдерживают критики. Потом собрали воров бумаг финансовых, которым, конечно, международная организация криминальной полиции не очень будет заниматься. И объявили в розыск Колобова одновременно Януковича и Азарова как организованную преступную группу. Есть вопрос? Кирилл, у меня самый главный вопрос. Правда ли, что если те обвинения, которые сейчас выдвинуты, в том числе и Колобов, это обвинения хозяйственные. Вот я перед эфиром зашел на сайт Интерпола и посмотрел, в чем он обвиняется. Wanted by. И там написано, что обвинения хозяйственные. Значит ли это, что когда его выдадут, если его выдадут, если он предстанет перед судом, то его не смогут обвинить его, Януковича и всех остальных в преступлениях против Майдана, в преступлениях против Украины? Это четкая норма, это четкая норма международных конвенций, что людей можно судить только по тем нормам, и я много раз об этом говорил, я делал на это акцент, ударение, только по тем нормам, по которым они экстрадированы. То есть если Янукович будет задержан и экстрадирован в Украину, то судить его можно только в рамках вот этого уголовного преступления. Дело по спецсвязи. То есть это не дело Майдана, это не расстрелы, это не кражи, это не отмывание, это дело по спецсвязи, которое тоже сомнительно. Эти три человека якобы организовали преступную группу, приняли закон преступной группы. То есть почему их трех обвиняют? Они обвиняют еще вместе с ними 226, которые этот закон приняли. И этот закон выполнили. Я не являюсь сторонником Колобова, тем более не Януковича, я считаю, что Янукович должен быть в стране, стоять перед народом этим и отвечать за те преступления, которые он совершил, но именно за те преступления, за тот расстрел Майдана, а не за то, что происходит сегодня. Кроме того, у меня возникает сомнение, мы с вами обсудили, что Испания достаточно спокойно экстрадирует. У меня возникает опасение, что после экстрадиции Колобов, его жизнь ничего не угрожает здесь. Он не нужен, нет свидетелей, нет дела. Я привел, мы после сюжета договорим, я просто хотел задать вопрос, и чтобы все мы об этом подумали, но вот если Колобов все-таки выдадут Украине, а не случится ли так, что уже здесь дома? Его просто отпустят на свободу, отпустят на шутку. Или не отпустят. Как известно, самый гуманный суд в мире. Ну, давайте честно. Все знают, что повязка на глазах украинской Фемиды чересчур прозрачная, и что реформы до судов еще не дошли, но вот деньги. Деньги доходят без проблем, как и раньше при Януковиче. Ну, если раньше все-таки играл роль админресурс, то сейчас, вот как мне рассказали юристы, как и в 90-е, снова в ходу, к сожалению, снова в ходу кэш. Его передают через посредников, кто, ну, вот так вот в конвертах, ну, а кто и чемоданчиками. И вот на этой неделе в парламенте сообщили, готовится сразу несколько сотен уголовных дел против судей, которым эти чемоданчики заносили. Наш спецкорр Сергей Кудимов разбирался, а кого они могут коснуться? Когда революция ударила автопробегом по Межигорью, власть начала бить по его участникам. Суды массово лишают автомайдановцев водительских прав. Решение, как под копирку, не остановился по требованию сотрудника ГАИ. Я вышел сюда до журналистов и сказал им наступное. Вот вы видите, у нас сейчас морозный зимний день, а по решению Печерского суда у нас спекотная летняя ночь. Художника Сергея Паяркова водительских прав лишил судья Печерского суда Виктор Кицюк. Теперь он сам на скамье подсудимых. Генпрокуратура квалифицировала приговор как заведомо неправосудный. По этой же статье проходят коллеги Кицюка, Оксана Царевич и Сергей Вовк. На этой неделе Верховная Рада лишила всех троих неприкосновенности. Суды должны избрать им меру пресечения. Суды для занарачивания. И это только начало. Народный депутат Леонид Емец со ссылкой на генпрокурора заявил, судьба царевички Цука и Вовка в ближайшее время может постичь около 200 судей. Народ, кажется, уже привык ставить знак равенства между словами судья и коррупция. Когда должность хлебная, у желающих ее занять всегда найдутся веские аргументы. Так и раньше меня спрашивали, когда я работал, а сколько нужно заплатить, чтобы пройти в суде, в высшие радиовестиции. Я могу заплатить 5000 долларов. Примерно так 10 лет назад было. И потом все выше и выше я так слышал. По нынешним расценкам кресла судьи от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов. Затраты окупаются быстро. Ведь судья, купивший себе мантию, рассматривает свою должность как обычный бизнес ничего личного. Не на камеру нам рассказали об одной из схем, как дать взятку нечестному судье. На самом деле все очень просто. На салфетке вам рисуют сумму и номер банковской карточки. Вы идете в ближайшее отделение и пополняете ее. Карточка, естественно, оформлена на подставное лицо. И доказать, что перевод гражданину Х не является взяткой судьи Игрис невозможно. Есть такие явления, как баблозборник. Когда к суду приходят люди, хотят что-то дать, он дает визитку адвоката, говорит, что подъедет к адвоката Пупкина. И все решит. Людина приходит к адвоката Пупкина, например, хабар 10 тысяч долларов. Они складывают договор адвокатский, пишут, что послуги адвоката стоят 10 тысяч долларов. Когда они арестовывают адвоката с грошами, он говорит, что извините, я свободный художник. Я так оцениваю свою работу. Киевский адвокат Олег Веременко приехал в Житомир защищать интересы своего несовершеннолетнего клиента. И тут зазвонил телефон. Якобы малого должны домашний арест скасовать и вернуть опять в СИЗО. Причем эта информация обходит по Житомирской облуправе. Подозреваемый не явился в зал заседаний. По словам его адвоката, причина уважительная. Он не получил повестку. Поскольку находится под домашним арестом, это могло трактоваться как побег. На этом месте погиб его старший брат. 20 августа 2013-го 26-летний Олег Рушильнинский переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. До дома оставалось меньше километра. Мажором оказался 19-летний Дмитрий Червонюк. Сын депутата Хмельницкого облсовета и собственника крупного бизнеса. Экспертиза доказала, был пьян. Но железные улики легким движением судейской руки превратились в пыль. Четыре года условно, а потом вообще амнистия. Его нет на территории Украины. Он поза межами и сейчас продолжает свои навчания в Німечине. Прошу его, прошу Матеньку Божию, прошу Господа Бога, потому что у нас нет на кого надеяться. Мне жаль, у нас законы не дают. Я не знаю, что скоро они подеются. Я беру саптографию, прошу, прошу у него пробачения. Судья, которая принимала решение, работает дальше и о том деле вспоминать не желает. Когда проходит все это безнаказанно, у человека теряется чувство ответственности, чувство боязни. Как выглядит служитель ФИМИ до безчувства страха, недавно продемонстрировал судья Макаровского районного суда Киевской области Владислав Аберемко. Почему многие служители закона так легко плюют на этот самый закон? Кто-то имеет поддержку в Верховной Раде. В кабинете министров или в судебной власти. За крепкий тыл судья платит покладистостью. Пришла команда Януковича. Один из очильников той реформи судовой был упомянутый следуючим. Ему сказали, что там судья должен был звольнити людину, а не звольнив. И они подбили одного из посадовцев администрации президента, чтобы он набрал голову суду и начал в приказном тоне дать ему команду, чтобы до завтра была звольнена людина. Не все служители ФИМИДы в Украине коррупционеры. Но система построена так, что проще сжечь, чем лечить, говорят бывшие судьи. Иначе человека в зале правосудия и дальше будут встречать по одежке, а не судить по делам. Сергей Кудимов, Ольга Клюева, Ольга Палаварюк, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник, Павел Лысенко, Сергей Еременко. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну вот так ситуацию увидел наш специальный корреспондент. Ну а что касается расценок, то вот, к примеру, правозащитник Эдуард Багиров. Один из немногих, кто не стесняется называть цифры. Так вот, по его словам, сейчас суммы только выросли. Суммы взяток в судах. Причем, если речь об имущественном споре, то судья может запросить от 10 до 30% от суммы этого имущества за правильное решение. Эдуард Багиров с нами на связи сейчас. Скажите, а что вы предлагаете? Как от этой системы избавиться? Вы знаете, необходимо искоренить зло на корню. Начиная от назначения судей через комитет Верховной Рады, через указ президента на 5-летний срок, уже тогда начинается закладываться коррупция и взятки. То есть, чтобы кандидат попал в список указа президента, раньше необходимо было, ну и сейчас тоже, возможно, эта процедура осталась, необходимо было оплатить от 50 тысяч долларов и выше. А далее, уже проходя через комитет и получить, для того, чтобы получить статус пожизненного суди, необходимо было оплачивать от 100, 200, 300 тысяч долларов и выше, в зависимости, какой суд. Это будет суд простой, общий суд, или же это будет хозяйственный суд, апелляционный. То есть, в зависимости от назначения судей и оплата, соответственно, предусматривалась в сторону увеличения. А потом уже после назначения судья сначала отбивает затраты, которые он уже понес, а потом уже получает прибыль, а потом уже получает не только прибыль, но и ту сумму, которую необходимо делиться со своим покровителем, который лоббировал его через Бирковную Раду. И таким образом коррупционная система работает и будет работать до тех пор, пока это выгодно. А выгодно всем сторонам. Суды у нас, к сожалению, не работают под юрисдикцией Конституции законов. Существует вот такой аппарат, который называется телефон. И телефонное право. Судья получает команду, получает сумму, его назначается, например, образно говоря, вот так. Не говорят, а показывают. Вот это оплата. Судья понимает, кивает головой, заходит в зал суда и вносит решение. Спасибо за ваше мнение. Кирилл Борисович, у нас буквально минута. А вот по-вашему, как человек, который возглавлял два года Украинское бюро Интерпола, знает систему изнутри. Что можно сделать, чтобы поломать судейскую коррупцию? Систему. Нельзя двигать. Старый анекдот про Одессу. Да, поздно двигать кровати. Надо девочек менять. К сожалению, сама система не дает. Даже если ты самый-самый честный судья, бессеребренник, в рамках этой системы выжить ты не можешь. Но, с другой стороны, тоже платить судьям, мизер, который мы сейчас, знаете, мы сами себя начинаем высекать. Мы показываем, какие мы демократы, летаем эконом-классами и зарабатываем 6 тысяч зарплат. Не может семья прожить на 6 тысяч. Я считаю, что зарплата у человека, который вершит человеческие судьбы, должна быть высокая, что ни говори. Я сталкивался, кстати, на этой неделе с рядом людей, которые мне сказали, что мы не можем идти на такую работу, потому что слишком маленькая зарплата. Я горд по этому, что есть еще такие люди. Спасибо, что были в студии. Что происходит с ценами? Можно ли прожить на 1 доллар? Ну и самое главное, действительно ли металлолом покупали под видом вооружений для нашей армии? Обо всем этом поговорим после рекламы. Ровно через 8 минут. Редактор субтитров А.Семкин Это подробности недели. Спасибо, что смотрите. Мы в прямом эфире. Ну и в этом часе поговорим о курсе доллара. Каким он будет? И удастся ли удержать тот уровень, который есть сейчас 24-25 гривен за доллар? Изменения к бюджету. Будет ли индексация зарплат и пенсий? Начнем с роста цен. В магазинах иногда даже ценники не успевают менять. Вот каждый день мы с вами приходим в магазин и видим новые цены. Буквально на все. И на импорт, и на товары, произведенные в Украине. Официально объявлено, что на 30% подорожает хлеб. То, что каждый день покупаем. Постоянно бензин дорожает, одежда, обувь. Нет таких цен в стране, которые остались стабильными. Особенно болезненная тема лекарства. Цены на которые выросли вдвое за минувший год. И вот в чем вопрос. Доллар-то то взлетал до небес, то упал немного. А цены, как и выросли, так и остались. Дошло до того, что минимальная зарплата в стране сейчас меньше 50 долларов. Если вычесть расходы на коммуналку, на квартплату, то многим жителям нашей страны приходится жить на 1 доллар в день. Мелкую купюру, за которую в самих штатах мало что купишь. А за нее в Украине теперь можно целый день прожить. Руслан Смещук на себе проверил. А каково это? Прожить день на 1 доллар. После стремительного падения гривны в Украине на 1 доллар можно купить больше, говорят эксперты. Мы попытаемся узнать, что можно позволить себе на 1 доллар. Ну а мой коллега Дмитрий Иловский, который сейчас работает в США, расскажет нам, что на 1 доллар можно купить там, за океаном. Задача простая. Мы предложим людям на улице потратить тот самый доллар с максимальной пользой. Студентки Ання и Белла. Я вручаю вам 1 доллар. Пожалуйста. Давайте сейчас где-нибудь поменяем. Насколько сложно было поменять? Потому что я помню, когда-то давно 1 доллар поменять было тяжело. Абсолютно никаких проблем. Приняли. Приняли, причем с радостью приняли. И дали нам за это 26 гривен. Тем временем в США. Вот 1 доллар. Одна из самых распространенных купюр в Америке. На обложке президент Вашингтон. Ну мы тоже находимся в городе Вашингтоне. Допустим, приехали сюда в центр посмотреть достопримечательности. Тут рядом как раз и мемориал этого самого президента Вашингтона. Рядом и сенат с конгрессом. Дмитрий Каталейский холм. Поехали к машине. Ну, соответственно, надо оплачивать парковку. Паркомат культуры не берет. Но у нас есть вот 4 квотера. По-нашему четвертаке. Закидаем, посмотрим, сколько получится. Так, первый пошел. Второй. Уже полдоллара. 75 центов. И вот последний доллар. Так, сейчас у нас время. Половина. Распечатываем билетик. Смотрим. Ну, на доллар где-то, наверное, на полчаса можно припековаться. Да, даже меньше. Всего 27 минут. Ну что, надеюсь, успеем быстренько все посмотреть. Пойдем. Пока Дмитрий Еловский гуляет по центру Вашингтона, мы пытаемся развлечь девушек на 1 доллар в центре Киева. Например, сфотографироваться за эти деньги с неведомыми зверушками. С фотографиями не вышло, денег не хватит. Сигвей – отличная идея. Стоит 5 минут 50 гривен. Увы, нам это хватит на полпоездки. Опять нет. Но кофе мы точно попьем. Мы можем купить 2 американо со сливками. Или сэндвич. Сейчас весна, сэндвич не надо, лучше кофе. Купили 2 американо со сливками. И у нас осталось 2 гривны сдачи. Отпускаем девушек. Им, кстати, удалось прокатиться на сегве совершенно бесплатно. Никогда не каталась. Ну, судя по ценникам, мы можем треснуть бутылку пива вообще легкой. Даже не одну бутылку пива на 1 доллар. Но делать этого мы не будем, потому что мы за здоровый образ жизни. Что же мы можем съесть на 1 доллар? Вот на 1 доллар я могу себе позволить горячий бутерброд с сыром, порцию картофеля фри и соус к этому. И у меня даже 1 гривна сдача осталась. Ну, а у проголодавшегося в Вашингтоне Дмитрия Яловского выбор значительно меньше. За 1 доллар можно себе десерт купить довольно непрекратливый. Вот, например, муки с корицей и с изюмом. Бейгл тут называется. 69 центов. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Мы вручим 1 доллар в гривневом эквиваленте вот случайному посетителю этого рынка и посмотрим, что он может купить на эту сумму. Давайте попробуем. Вот, например, творожка немножко. Например, тут продает женщина, она грузинка. Изумительный творожок. Но ее нет. А нам творожка можно? Вот на такую сумму. Ну, а Дмитрий Яловский отправился в обычный американский супермаркет. Вот мы пришли в обычный магазин. Тут, конечно же, все не так оптимистично, но все равно можно что-то найти. Вот, например, картошка. Стоит 99 центов. Правда, цена за 1 пункт. Стоит 1 кило. А вот настоящий кладезь, настоящее сокровище для всех экономных хозяек. Магазин, где все по доллару. Сейчас узнаем, что там можно купить. Так, ну вот здесь действительно можно очень много чего купить на доллар. Например, макароны, чай, сахар, печенье. Это только продукты. Кроме продуктов тоже много чего есть. Ну, а сейчас мы попытаемся понять, что же мы можем купить на 1 доллар в гривневом эквиваленте, в торговом центре. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а я у вас могу что-то купить на 1 доллар? Нет, вообще ничего нет на 1 доллар. Столичная ювелирная фабрика. Я не знаю, стоит заходить или нет. А я смогу у вас что-то купить на 1 доллар? Не смогу. Даже у него кусочек, даже не кусочек, а может быть чехольчик. Через полчаса поисков находим первый 1-долларовый товар. 1 доллар. 1 доллар. А сейчас, давайте я посмотрю, подойдет ли это к моему телефону. У меня же телефон соответствует 1 доллару. То же самое, да. Не, не подойдет. Не подойдет. Ну, тогда мы идем дальше. Заходим в аптеку. 3 гематогена. И это красная кровяная тельца, да, повысит? Отлично. Мы покупаем 3 гематогена. Повышаем количество красных кровяных телец. Готовим, так сказать, тело к весне. Руслан Смичук, Дмитрий Еловский, Юрий Романюк, Валентин Белич и Павел Лысенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Подробности недели. Прямой эфир. Мы продолжаем. У нас в гости подъехали. Сергей Каплин, народный депутат. Блок Петра Порошенко. Вечер добрый. Вадим Рабинович, народный депутат, оппозиционный блок. Скажите, ну давайте просто сюжет прокомментируем. Несмотря на то, что так юмористично, очень классно, весело сделал наш корреспондент. Ну, наверное, все-таки это проблема, что за 1 доллар или там за 28 гривен ты уже практически ничего не купишь. Ну, конечно, я бы порадил бы украинцам передусім на эти 30 гривен, чем 25 гривен, каждый день курс доллара изменяется. Відповідно, гривеновый эквивалент. Я не знаю, сколько ты сейчас купишь на этот доллар. Там навык лотками будет. Продолжение следует. Не изменять, а писать новую. Где будет парламентарьев, замість 450 – 100. Где будет министров, замість 25 – 5. Где не будет посади премьер-міністра. Где президент страны закотит выше лектов рукава и будет делать работу премьер-міністра. Где не будет районных адміністраций, 750 районных адміністраций, по 100 человек у каждой працюют. Я когда-то до одного главы района заехал, в последнее скажу. Вперше и в последнее, где глава у секретарки? Он говорит, что он справляется. Он не находит у четвертой годы дня никакого использования своего дорогоценного часа, который расплачивается с вашей кишени ваших батьков, ниже, как поехать в приятель сюда свиней. Их треба разъгнати. Это 50 тысяч человек по всей стране. Я смотрю, вы так скептически улыбнулись, когда слушали коллегу. Меня радует, когда представители коалиции говорят то, что мы говорили раньше. Я хочу вам сказать, что надо еще яснее сказать и честнее. Мы получили наконец европейские цены, европейские тарифы при нищенской зарплате. Это уже Европа? Надеюсь, что еще нет. Дальше будет хуже. Я хочу вам сказать, что я согласен с коллегой. Нам надо иметь мужество. И молодец, он что это говорит. Надо обратиться всем вместе к президенту. И посмотрите, если больной не выздоравливает, давайте менять доктора уже. Я считаю, что правительство не просто должно, немедленно должно уйти в отставку. У нас на часы идет время. Сегодня я смотрел распоряжение Национального банка, они наконец выдали сильное распоряжение. Я просто два раза перечитал, думаю, правда это нет. Теперь Национальный банк выдал распоряжение, что можно выдавать еще деньги в кредит под залог яхт и самолетов. Это была самая важная сегодня тема, которую надо было сделать. То, что мы слышим сегодня на финансовых рынках, то, что я разговариваю с бизнесменами. Послушайте, ну мы не просто в тупике. У меня вообще вот создается впечатление, что, знаете, неудобно говорить, но вот что Азаров, когда был, он не воровал, еще свои заначки докладывал. Потому что это безумие какое-то, все время не хватит. Я хочу привести слова Яценюка. В 2013 году он стоял на трибуне у вас здесь и сказал, население, послушайте меня, мы вырабатываем газ по 78 долларов, и вы его будете получать, а то, что 300-400 пусть платят олигархи. Сегодня, я читаю, в то же время он говорит, вы должны платить народ, европейские цены. Ну что же это такое? Значит, в один из двух случаев, он, по крайней мере, не хочу слова, врал сказать, говорил неправду. Поэтому некомпетентный врач у нашей экономики. Руководит сегодня человек, которого, ну зашло, он хотел лучше, я уже не спорю, да, я уже не хочу его ни в чем обвинять. Но уже видишь, не могу, видишь, тупик, люди обнищали, ужасы на улицах. Ну уйди сам, никто не уходит. У нас страна, где каждый вцепляется в кресло, и насмерть сидит. Революции не управляют. Нельзя сказать деньгам, ты вот сегодня живи хорошо. Поэтому я думаю, что надо закончить период экономической революции, и просто нормально вернуть специалистов, лечить больного. Вот и все. Давайте мы продолжим, после того, как глянем сюжет о том, как беженцы с Донбасса живут вот при этих ценах и при такой инфляции. Вот такая у нас батарея, такая чайная, кружек. Вот, чтобы попить чайку, нам надо вот 8 кружек, как минимум. Дети, идите пить-ка чай. Детвора. Вера, зови. Блинчики. Подождите, сейчас блинчиком же насыплю. Нам даже детворе, для детворы, даже там пакет яблок от государства никто не привез. За все вот время от государства, мы уже 9 месяц, как мы уехали из дома, государство нам ничем не помогло. В Киев, Киевскую область, приехал мы один детский дом семейного типа. Миллион человек, переселенцев, выехало с Донецкой, Луганской областей, только больше писем, как мы, никто из людей не написал. Вот это все ответы от официальных властей, которые поприходили в Минсоцполитики, Киевско-областной администрации, Сверховная Рада Украины. Отвечают, что для вас временного жилья нет. Слава Богу за то, что за это жилье, что нам выделили здесь в приюте, но также мы здесь проживаем, на птичьих правах, ни прописки, ничего. Ну, в этой комнате проживают наши девочки-тройняшки, как мы называем дочек, им троим по 6 лет, Катя Каролина Милана. Вот это их кровати. А дома у нас, то, что осталось на зоне АТО, наш дом около 200 квадратных метров, 20 соток земли. Только закончили в мае большой бассейн, у нас 7 на 3 было, два прудика. Ну, делали все для детворы. Уехали с несколькими рюкзачками шорт, потому что 12 июня по Макеевке проехали первые танки с русскими флагами. И мы выехали, ну, из-за расчета на дней на 10, 12 в Запорожье. Думали, пересидим и вернемся. И все. И вот уже 9 месяцев. Ну, зарегистрировались как переселенцы в ноябре месяце. За ноябрь, декабрь, январь мы получили выплаты. Вот 2 400 на 7 с февраля прекратились. Я хотел спросить, почему прекратились выплаты для переселенцев. Сегодняшний день финансирования не має. Та кредиторка КАБУЛА у нас, допустим, они в січне месяце и профинансировали, мы не закрили. А новое нарахование – это лютый березень, фактически как-то не профинансировали. Анастасия Нариней Министерства, что я не могу сказать, что это. Через социальные сети общаемся с родителями и воспитателями детских домов семейного типа, которые выехали из Луганской, из Донецких областей. Так как государство им ничем не помогло, 4 детских дома семейного типа уехали в Донецк и сейчас находятся в Донецке. Не получая ни выплат, ничего, родители жалуются, нам очень плохо. Нам тяжело, потому что ни ДНРовцы не помогают, а когда им говоришь, ребята, выезжайте в Украину на это, они говорят, а куда мы поедем? Потому что у каждых по 7-10 детей жилья, говорят, как вы устраивали, ну, устроились, вы хорошо устроились? Я говорю, живем в приюте, они говорят, а мы куда поедем? Это кастрюля для супа. На один из? На раз. Чтобы девочкам помыть, ну, всем детворе помыть голову, это уходит по бутылку шампуня детского. Постельного у нас много надо. Порошок. Потому что стираем каждый день, детвора пачкаются. Посуда моется тоже, ее много, по три раза на день, моющая уходит, чистящая, все. Ну, что в день у нас идет 4 буханки хлеба. Сахара нам нужно в месяц 15-18 килограмм. У младшей дочери выпали молочные зубы, и у нее спрашиваешь, Настя, когда зуб отрастишь? Она говорит, когда домой перейти. У нее ассоциаций нету, хоть мы уже тут проживаем полгода, да, в этом помещении, у нее нету ассоциаций, что это ее дом. Может быть, все-таки государство что-то изменит в своих законах и внесут какие-то или поправки, и будут нам, помогут в выделении нам жилья. Да, но у всех оптимизма очень мало. Смотрите, ну вот даже по официальным данным порядка миллиона беженцев, ну, можно сказать, переселенцев, беженцев, не важно там, как назвать, важно, что проблема есть. Есть хоть какие-то деньги для них в бюджете? Можно ли их выгод найти? Деньги есть, и нужно четко сказать, что не бывает простых решений. Эти деньги в новых законах, которые саботируются отдельными фракциями в Верховном Совете, где бывшие де-факто государственные, де-юро государственные предприятия буквально не платят ни дивидендов, ни налогов. У нас сегодня есть группа неприкасаемых компаний, которые принадлежат олигархам, которые подняли голову и все, что можно было поднять за последние, после революции, и вместо того, чтобы их поставить на место по итогам революции, мы их поставили губернаторами, мы их поставили, им дали, из министров своих и так далее. Поэтому сегодня вопрос должен стоять так. Знать надо, что в стране 23 года идет война. Богатых против бедных. И, к сожалению, сейчас власть встала на сторону богатых в этой войне. И бедные эту войну проигрывают. У меня второй вопрос. Вы проигрываете по карнафтам? Конечно. У меня второй вопрос. Я вообще уверен, вот той конституцией, которую я пишу, конституцией для простых людей, я ее презентую буквально через несколько, некоторое время, есть в переходных положениях нормы о национализации очень многих предприятий. Потому что у нас олигархов нету. У нас есть экономические бандиты. Это была не приватизация. Это была эйфория политического, экономического бандитизма. Есть еще один вопрос. О родителях этих детей. Я думаю, вот коллега, и все поддержат меня в парламенте. Слушайте, а как будут голосовать на следующих местных выборах один миллион граждан, которые сейчас сбежали от той новой бандитской власти на востоке? Как они будут голосовать? Вы что хотите после выборов в местные советы? Миллионную армию людей, которые не доверяют власть, потому что одни бандиты забрали дом, сожгли, разбомбили, забрали работу. Право хотя бы не жить, но хотя бы существовать. Сергей, подождите. А вторые сейчас откладывают вопрос о голосе. Да, эти люди не проголосуют за премьер-министра после этого сюжета и просто той реальности, в которой сюжет этот показывает. Да, они не проголосуют, возможно, все за президента, за другие парламента. Но забирать право у человека на голос, после того, как у него отобрали дом, мы не имеем права. Вот с этого начинается государство. Я помню, вот вы рассказали цитату Арсения Петровича, я помню другую цитату. Пять или семь лет назад он говорил, государство и нужно для того, чтобы защищать бедных. И вы говорили о тарифах. Так я хочу сказать, ну, более профессиональную историю. Сергей, вы хороший оратор, мне не хочется вас прерывать, давайте сделаем так. Тарифы, важно тарифы, скажите мне. Важно, важно, важно. Одну минуту, я поясню зрителям, просто, чтобы все было понятно. Вот вы упомянули просто Укрнафту, я разъясню, что там за история, будет понятнее, мы продолжим. Ну, на самом деле, вот то, что гость наш говорил, очень характерная иллюстрация. В парламенте на этой неделе снова был скандал, многие в новостях видели, даже трибуну блокировали, проблемы как раз вот в Укрнафте. То есть, ну, даже не столько в компании, сколько в миллиардах, которые государство не может получить в качестве дивидендов. Ну, напомню, Укрнафта. Крупнейшая украинская нефть- и газодобывающая компания, контрольный пакет 50%, плюс одна акция у государства. Так вот, есть еще 42% у миллиардера Игоря Коломойского. И этих 40% с небольшим процентов ему хватает, чтобы блокировать решение по распределению дивидендов. Чтобы изменить это, нужны поправки к закону об акционерных обществах. Законопроект давно в парламенте, но до сих пор не прошел профильный комитет, который возглавляет Андрей Иванчук, одновременно и соратник премьера, и бизнес-партнер самого Коломойского. В общем, если поправки к закону об акционерных обществах не пройдут, комитеты и до следующего заседания парламента, то депутаты обещают, что делать, снова трибуну блокировать. Вот такая история, просто чтобы было понятно, о чем мы говорили, и где, в принципе, можно взять, по вашей логике, я с ней согласен, те деньги, которые могли бы пойти вот этим бизнесом. Безусловно, и вот хотел добавить информацию у коллеги по поводу тарифов. Слушайте, вы знаете, и я знаю, в стране 247 тысяч многоэтажек. Тепломодернизация одной многоэтажки в среднем 3 миллиона гривен. Это полтора бюджета страны, и в два раза меньше будет энергопотребления. Слушайте, мы проели, пропили, произбирали два или три бюджета за последние пять или семь лет. Более того, есть международные программы, где европейцы приезжают и говорят, дайте нам правовую базу, дайте нам необходимые законы, дайте нам режим энергосервисного управления, и мы дадим инвестиции под это. Давайте коллегу вашу услышим. И не будем с людьми снимать последние штаны и выворачивать карманы. Я с удовольствием слушаю выступления представителей коалиции, которые обвиняют во всем этом себя же самих. Я, к сожалению, не согласен с коллегой. Они в бюджете ни одной копейки не заложили для восстановления Донбасса. Вернетесь после передачи, посмотрите. Никаких изменений, ни одной копейки. Не нужен никому Донбасс, никому не нужен. Сегодня объявили о том, что четвертое место мы заняли в рейтинге самых неблагополучных экономик мира, включая Африку, кого хочешь. И тем не менее правительство не уходит в отставку. Мы получили золотой батон, который все так мечтали. Наконец, теперь все украинцы могут посмотреть, сколько стоит хлеб. Мы получили ставку рефинансирования 30%. Давайте я объясню для простых людей, что это, а то нам так рассказывают. Это значит, что для того, чтобы развивать другой бизнес, я должен взять по 30%. Значит мне надо получить прибыль минимум 100%. У нас осталось три бизнеса в Украине. Проституция, наркотики, торговля оружием. Ни одна бизнес, ни один больше прибыли не дает. Так что нас обрекли на это все. И тем не менее мы стоим и говорим вот давайте то, давайте это. Что же мы в парламенте не подниметесь и не скажете? В страну загнали в тупик. Мы сами голосовали за этого премьера. Давайте прекратим, исправим ошибку. Я вместе с вами буду исправлять. Но тем не менее идет одна демагодия. Продолжение. Вы не голосовали против премьера. Два человека в Духовном Совете нет. Вы воздержались. Два человека в парламенте проголосовало против премьера. Один из них стоит в работе. Я 20 дней хожу за всеми футболочки хожу. У вас уже... Ну вы так вообще не развиваете. Послушайте, давайте первое голосование. Вы воздержались. Вы находите в фракции, которая разваливает вместе с темиником государства. Не было смелости проголосовать против премьера. Не было смелости. Позор вам проголосовавших за бюджет. Вы смелы здесь в студии. Посмотрите, что вы со страной сделали. Посмотрите, вам не стыдно, посмотрите на бабушек. Вы член тех, кто развалили страну. Огромная просьба. Сергей, Вадим, у меня огромная просьба. У меня огромная просьба. Давайте закончим. У меня огромная просьба. Давайте закончим. Я хочу вам сказать, Сергей, будьте добры, в парламенте у вас будет возможность поговорить с коллегой. Давайте подведем итог, пожалуйста. Нет денег на Донбасс, у правительства нет никакой экономической программы. Парламент целые сутки тратит отменить 23 февраля вместо того, что заняться экономикой. Обрушившаяся гривна, ушла спокойно Гонтарева, ничего не делается. И плачет этот Ярославный только. Поэтому надо немедленно принимать следующее решение. Первое, отправить в отставку правительство. Второе, создать парламентскую комиссию по расследованию деятельности правительства. Третье, забрать у них паспорта международные, пока мы опять их по всему миру не ищем. Давайте это вместе сделаем. Я готов уйти оппозиционный, какая мне разница, кто будет это делать. Но давайте вместе сделаем. Давайте с людьми что-то поможем. Сколько мы можем там собачиться в этом парламенте? Сергей, мы должны заканчивать. Вот три пункта предложил ваш коллега. Отставка Яценюка, Следственная комиссия и паспорта забрать. Вы за что-то готовы проголосовать? Я пропоную не играться в популизм. Это Вадим, коллега Рабинович, это первый в мире олигарх-популист. Потому что он очень успешный человек. Большую биографию можно, скажем так, признать как гарный. Давайте не будем, кто кому Рабинович. Давайте не будем на личности переходить. Давайте не будем признать, кто кому Рабинович. Три вещи нужно сделать. Нам сегодня нужно принять новую конституцию. У этой конституции порезать все, что есть государство. Что это означает? Премьера нам не нужна. Парламент замість 450 – 100. Замість 25 членов уряду – всего 5, как это в усьом свете. Далее. Вибирать Генерального прокурора Украины должны люди, а не президент із фракциями. И тогда он не бегает по этим кабинетам. И поламает хребет коррупции через год. И тогда этот Генеральный прокурор, который победит коррупцию, который не будет бегать в администрацию президента, в Кабмин и в парламент, станет наступным президентом страны. Майте це на увазі. Все. Спасибо большое. И давайте будем помнить, что когда кричат все, не слышно никого. Ну я же. Рад был увидеть вас обоих. И витаем наших дорогих женок и всем прекрасным святом. И бажаем им кохання, здоровья и успехів. Ну, это самое главное. Спасибо, что были в студии. Мы продолжаем. Я хотел об еще одной инициативе сказать, которая есть сейчас в парламенте. Это инициатива по созданию специального комитета, который занялся бы реализацией минских договоренностей. Ну вот смотрите. Мы каждый раз в эфире с вами смотрели, что происходит на фронте. Огонь сейчас практически остановлен. Украина завершает отвод тяжелых вооружений. Это был еще один пункт минских договоренностей. Но есть и другие. И вот оппозиционный блок предлагает создать специальный комитет по Донбассу. Все подробности узнаем прямо сейчас у одного из авторов этой идеи. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко с нами сейчас на связи. Юрий Анатольевич, вечер добрый. Так что за комитет вы планируете создать? Задача парламента сейчас законодательно сопровождать процесс дипломатического урегулирования конфликта. И в связи с этим очень важно иметь механизм для того, чтобы это было. А это должен быть комитет или комиссия по вопросам Донбасса, которая будет нарабатывать проекты законов и вносить в парламент для утверждения. Это будет системно работающий орган, который будет локомотивом этого процесса. Ну подождите, не случится ли так, что комитет вы создадите и решение будете предлагать, но парламент, то есть большинство депутатов просто не будут их поддерживать? На мой взгляд вопрос очевиден. Для того, чтобы дальше двигаться по пути урегулирования, нужно, чтобы это урегулирование поддерживалось в том числе и правящей коалицией в парламенте. Поскольку минские соглашения подписывались под руководством президента страны. И здесь объективно очевидно, что все фракции должны участвовать в этом, все это должны поддерживать. Странно, когда оппозиционная фракция выступает с инициативами, а ее не поддерживает правящее большинство. Причем эти инициативы направлены на улучшение жизни людей и урегулирование конфликта и снижение напряженности, ликвидации человеческих жертв, всех этих страшных процессов, которые были. Но мы рассчитываем, что все-таки будет проявлено понимание ситуации со стороны правящей коалиции и они дадут свои голоса. Хорошо, но болезненный вопрос. Социальные выплаты на оккупированных территориях. Вот эта тема может быть главной, важной для этого нового комитета? Безусловно, это вопрос, который сегодня, наверное, наиболее актуален после того, как завершились воинские действия, поскольку люди остались без средств на территории. Нам удивительно вообще, что правительство вместо того, чтобы наладить процесс выплаты пенсии на Донбассе, судится с пенсионерами для того, чтобы этого не делать. На самом деле, первую инстанцию пенсионеры Донбасса выиграли. Прямо скажем, мы им помогали, поскольку считаем, что это граждане Украины, они заработали пенсию на территории нашей страны и они должны ее получать от украинского правительства. Правительство, наоборот, судится для того, чтобы не платить, вместо того, чтобы найти механизм, как эту пенсию туда доставить. Но я хочу сразу сказать, что правда на стороне людей и мы рассчитываем, что эта несправедливость будет устранена и люди будут получать пенсию. Но подождите, пенсионерам и бюджетникам ведь не только на Донбассе сложно. С теми нововведениями, которые сейчас проголосовали ваши коллеги, нововведениями в бюджет, по всей стране сложно и без войны? Мы публично выступили с критикой этих изменений в бюджет, поскольку они не дают ответ на два вопроса. Первое, это как прожить пенсионерам или бюджетникам на существующую зарплату в условиях того, что есть и инфляция, и галлопирующие рост цены, рост тарифов. Если раньше хотя бы средняя зарплата у учителя была 2700, то сегодня уже люди получают по 1800 гривен. Причем, каким образом можно прожить на эти деньги, когда повысились тарифы на коммунальные услуги и рост цен. Вот на эти вопросы мы не получили ответа в этих изменениях в бюджет. Поэтому мы открыто их критиковали. Более того, мы обратились с обращением президенту страны с предложением наложить вето на эти законы. И сразу хочу сказать, что если наше предложение не будет услышано и президент не реализует свое право наложения вето, то мы обратимся в суд и будем отстаивать интересы этих людей в суде, поскольку при принятии этих законов были нарушены целый ряд норм. Поэтому мы оставляем за собой право идти в суд и обращаться в суд для того, чтобы остановить эти законы. Спасибо за откровенный разговор. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко был с нами на связи. Спасибо вам. Сменим тему. В свежем номере одной из самых авторитетных украинских газет «Зеркало недели» появилась статья об оборонном скандале. Тема немного сложная, кажется, только для специалистов, но на самом деле она важна для всех наших граждан. Ну, вот эта статья, у меня в руках распечатка. Расскажу в двух словах. Оборонный заказ. Техника, которую поставят наши армии, купив ее через посредников за рубежом. И вот «Зеркало недели» выяснило, что новой и высокоточной техники в этих заказах очень мало. В основном старье. Да еще и курирует оборонный заказ довольно странный человек. По данным газеты, да, вот нашел. По данным газеты, это бывший соратник одиозного Клюева. Информация только сегодня поступила. Расспросить фигурантов скандалом успели. Так что обязательно попрошу коллег из ежедневных новостей все-таки в этом разобраться. Ну, еще на военную тему продолжается интрига с миротворцами. А вот будут ли они у нас в стране, будут ли они на Востоке? И какой может быть эта миротворческая миссия? Наш корреспондент Роман Бачкала побывал в Косово. Возможно, опыт этой земли пригодится у нас. Мы въезжаем в страну, которой нет на многих картах. Для Киева Косово – часть Сербии. Но и самопровозглашенное эту республику назвать сложно. Независимость Косово признают 108 государств-членов ООН. Этому монументу вполне подходит название «Отцы-основатели». Ведь независимость Косово – результат политического решения, исключения из международных правил. Независимость Косово – следствие общего контекста распада Югославии, этнических чисток и преступлений в отношении гражданского населения Косово. Присутствие США здесь чувствуется во всем. От бульвара Клинтона до Статуи Свободы. А военная база «Бон Стилл» – самая крупная среди американских в Европе. О том, что еще не так давно здесь была война, практически ничего не напоминает. Иногда попадаются разрушенные здания. Судя по всему, в них жили сербы, потому они и не приведены в порядок. И военные, которые все-таки продолжают патрулировать местность. В 1998-м стало ясно. Победителя в противостоянии сербов с косовскими албанцами не будет. Тогда еще Югославия, разрываемая на части со всех сторон, была просто не в силах сдержать сепаратистские настроения местного населения. Поворотный момент лета 99-го. Контроль над краем переходит к силам НАТО – Кей-Фор. В Косово входят миротворцы. В первой группе украинских военнослужащих был Сергей Грабский. По его мнению, тогдашняя ситуация в крае чем-то схожа с нынешней в Украине. Урок политический. Отказ от своих территорий может привести к тому, что эти территории таки могут отколоться. Что я имею в виду? Сербия сделала большую ошибку, не поддержав в свое время просербски настроенных албанцев и не оказав достаточного содействия тем людям, которые поддерживали Югославию в том виде, в котором оно существовало в тот период. Что дало возможность экстремистам начать террор. Украинские миротворцы в Косово до сих пор. В декабре на вахту заступил 12-й инженерный батальон из Новоград-Волынского. Мы едем в составе группы, в горы. Погода, конечно, не самая благоприятная. Но что поделать? Украинские миротворцы должны произвести рекогнистировку местности для проведения дальнейшего разминирования. Нужно сказать, что со времен военного конфликта, конца 90-х, начала 2000-х, здесь, в Косово, остается достаточно много заминированных мест. Кроме УАЗиков и специальной инженерной техники, в Косово ничего не осталось. На великой скорости можно разбивать эти роутблоки, завалы, разные перешкоды. У них иноземные фаховцы очень в захвате. Боевую технику Украина вернула на родину. Она нужна в зоне АТО. Личный состав урезан до 40 военнослужащих, было больше 100. И новое правило. В Косово едут только те, кто побывал в зоне АТО. Работы, конечно, тоже хватает. Украинские саперы здесь для борьбы со страшным наследием любой войны. Минами. Это гора Цвилиан, на которой мне рассказывали базу боевиков. И эту базу обстреляли кассетными боеприпасами. Взрывчатку нужно найти. Еще, еще. Еще, еще. Не, да? Молодец, молодец. Покажи, покажи. У меня зара, я так разумею, 200-граммовая шашка тортила. И обезвредить. Наследие, которое наверняка ждет и Украину. Кроме военной миссии в Косово имеется и миссия полицейская Евросоюза. Называется она «Еулекс», и здесь находится штаб-квартира этой организации. Мы занимаемся борьбой с организованной преступностью, расследованием военных и коррупционных преступлений. Вторая наша задача – создание в Косово эффективной системы правосудия, передача опыта местным органам юстиции. «Еулекс» начала свою работу в 2008-м, почти через 10 лет после завершения боевых действий. Это еще раз подтверждает, миссии подобного рода возможны только когда мир уже наступил. Впрочем, мир в Косово до сих пор шапкий. Проблемным остается север края. После той войны большинство сербов, проживавших в Косово, выехали отсюда. Но все же остались места компактного проживания сербского населения. Самый яркий пример – город Митровица. Здесь, на этом берегу, живут сербы, а на том – косовские албанцы. Эта насыпь посреди улицы и есть граница. Там албанские флаги, а эта сторона – под сербскими. И подчиняется решениям Белграда. Выборы в Приштине здесь не признают. И вот что о них думают. Для нас Косово не является независимой страной. Но, пожалуйста, остановите съемку. Говорить на политические темы косовские сербы опасаются. Впрочем, градус противостояния между гражданским населением уже далеко не тот, что был раньше. Я албанец, но у меня есть друзья сербы. Проблемы между нашими народами на политическом уровне, а не между простыми людьми. Политического консенсуса нет. Сербия настаивает. Косово – часть ее территории. Но делает это непоследовательно. При этом сербы поддерживают аннексию Крыма России. Поддерживают неофициально, но весьма символично, что этот рисунок в центре Митровицы, вызвавший большие возмущения, так никто и не закрасил. А узнав, что наша съемочная группа из Украины потребовали прекратить съемку. Сербия, кажется, окончательно утратила контроль над краем, но для Третьего мирового сообщества Косово остается частью Сербии. У каждой стороны свои могилы и свои герои. Тысячи погибших с обеих сторон. Армия освобождения Косово для сербов террористическая, для косовских албанцев – символ борьбы за независимость. А бывшие полевые командиры теперь в министерских креслах. Роман Бачкала, Ольга Клюева, Ирина Дьяченко и Владимир Дедов. Подробности недели. Телеканал Интер. Из Косово. Ну и еще одна тема – восстановление Донбасса. Процесс, для которого нужны огромные деньги. Западные страны и частные инвесторы, в принципе, готовы их дать, но на своих условиях. В первую очередь, если в стране будут реформы, но еще если будет жесткий контроль за их расходованием. Если будет, скажем так, отдельная структура, в которую войдут уважаемые в Европе политики. И вот на нынешней неделе в Вене как раз эта идея и обсуждалась. В зале были политики, близкие к первым лицам Евросоюза. Их доверенные лица и советники. О чем удалось договориться? Смотрите далее. В плотная очередь дом Ферстеля в старом квартале Вены здание названо по имени архитектора. Здесь когда-то был Национальный банк Австрии, столичная биржа. Сегодня будут на конференции говорить о будущем страны на востоке Европы. Форум под названием «Украина завтра». До трех сотен политиков и бизнесменов. Первое заявление от первого украинского президента Леонида Кравчука. И спрямована на то, чтобы сделать независимую людину. Чтобы она слышала плоды своей работы. Чтобы она слышала демократию, право. Чтобы она слышала правовый статус правовой Украины. Но без экономической базы, без такого подгрунта, это невозможно. И поэтому, конечно, наши шаги и сегодня наша встреча на форуме как раз и спрямованы на то, чтобы подготовить такую программу. На форуме идет речь об инвестициях, проблемах украинской экономики, необходимости открыть двери для Киева в Европу. Со стороны ЕС выступают в основном видные политики. Со стороны Украины представители профсоюзов и федерации работодателей. Речь идет о создании специальной организации по разработке реформ в Украине. После будет создан фонд реконструкции Украины для сбора многомиллиардных инвестиций в страну, истерзанную боевыми действиями и экономическим спадом. В Украине, особенно в финансовой части, в банковской системе, в бизнесе не хватает ресурса, денег. То есть, по сути, в системе нету крови. Нам надо закачать туда кровь. И параллельно мы, создавая реформы, должны создавать инвестиционный фонд специально под Украину, который, на мой взгляд, он должен быть не меньше 300 миллиардов. Это да, с одной стороны, это большая цифра, и она может очень плохо звучит. Но это действительно так, потому что Украина – это большое государство. И если мы хотим действительно сделать огромный правильный мастер-план, то мы с вами должны понимать, что нужны большие деньги. И нужны длительные, это не будет за один день, но это надо делать. И мы обязаны эту работу с вами делать. И разрабатывая этот план, и привлекая эти деньги, мы должны параллельно сегодня эти 200 дней работать с инвесторами. Результат на форуме объявляют о создании агентства модернизации Украины, своеобразный альтернативный центр по созданию программы реформ для страны. В состав соучредителей входят британский лорд Рисби и французский писатель и философ Бернард Анри Леви. Мы станем авторами нового плана Маршала. Если мы достигнем наших целей, это мы почувствуем, что украинцы присоединятся к нам и войдут в Европу. Также среди основателей агентства – Карл Георг Вельман. Влиятельный европейский политик, внешнеэкономический эксперт, правящий партией в Бундестаге. Он говорит о том, что многомиллиардные инвестиции могут прийти в Украину, но сперва реформа. Результатом форума можно считать, что 8 лучших экспертов поддерживают разработку программы реформ. Но первыми должны начаться реформы. Никто не будет давать деньги на реконструкцию Украины без фундаментальных глубинных изменений во всех сферах. А после мы будем говорить о фонде. Агентство модернизации Украины в течение 200 дней подготовит план реформ в Украине, которые в течение года так и не начались, по мнению участников форума. Новая организация будет зарегистрирована в Австрии. Ее, так сказать, топ-менеджеры – все известные в Европе люди. Хоть и с паспортами ЕС, но так или иначе были связаны с Украиной. Так что тонкости политической кухни знают и в вопросах реформ разбираются. Вот они, европейские эксперты, которые возглавят направление работы агентства. Один из самых известных отвечает за евроинтеграцию – это Гюнтер Ферхойген. В бытность его на посту еврокомиссара по вопросам расширения 10 государств Восточной Европы вступили в ЕС. Опыт, который мы получили из расширения ЕС на восток и юг – стабильность, обеспечивается демократией и уважением прав человека. Почему трансформация удалась в Польше, а в Украине нет? В Польше необходимые шаги реформ были осуществлены в ранние 90-е. Больно, горько, но таким было решение. ЕС не приедет на белом коне и не сделает все с помощью волшебной палочки. Мадам Лоранс Паризо, экс-глава Ассоциации предпринимателей Франции, входит в наблюдательные советы промышленных гигантов – Мишлен, Евродисней и АВАЗ. В агентстве модернизации Украины она будет отвечать за направление экономических реформ. Украина – важная точка стабильности. Все директора крупных компаний любят стабильность. При этом мы знаем, что людские ресурсы Украины очень талантливы. Очень жаль, что все эти люди, которые совсем рядом с нами, не могут раскрыть свой потенциал. Вот почему мы надеемся, что нам удастся разработать очень интересный план для развития Украины. Поляк Владимир Тимошевич в начале 90-х возглавил компанию «Чистые руки» на правительственном уровне. Эффективно боролся с коррупцией на посту министра юстиции Польши в начале 90-х. Сейчас надо помочь украинским друзьям глубоко подумать, по каким причинам все принятые ранее антикоррупционные программы не достигли успеха. Отчасти это были законодательные ошибки. Очень важно, чтобы законодательство было правильно сформировано, чтобы не было в нем прорех для коррупции. Бернар Кушнер – один из самых известных французских политиков, основатель движения «Врачи без границ». Работал медиком-волонтером во многих горячих точках мира. В агентстве будет отвечать за развитие здравоохранения. Нам нужно разработать уникальную систему медицинского страхования именно в Украине. При поддержке украинцев, включая специалистов медицинского сектора. Важно, чтобы государственный и частный сектор тут сотрудничали. На агентство согласились работать специалисты не только опытные, но и влиятельные в своих странах. В Германии, Великобритании, Франции и Польше. Вот так объясняет это высокое представительство украинская сторона. Им невыгодно слабая Украина. И они готовы в этом участвовать. Но понятно, что они хотят видеть от нас, что мы можем. И я надеюсь, что это все получится. Это исторически важный сегодня день, который может реально поменять историю Украины. В сегодняшней Украине правительство на минувшей неделе обнародовало новые экономические прогнозы на текущий год. Валовый внутренний продукт может упасть на 12%, потребительские цены подскочить на 42%. Обстановка, по заявлению министра экономики Абрамовичуса, в тяжелейшем положении. Венский форум в этой ситуации может получить такую трактовку. Украинский бизнес уже без поддержки правительства пытается найти выход из кризиса. Геннадий Бевденко, Сергей Ведмить. Подробности недели. Телеканал Интер. И такими были подробности недели в эти 7 дней. Спасибо, что смотрели. И встретимся в этой студии ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин